Здравствуйте, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта! Я Игорь Волков и рад приветствовать вас на канале Мечта Летать, где сбываются мечты о небе. Монте-Виза прямо по курсу, я в принципе по высоте практически до нее нормально дохожу. Я надеюсь, впереди облако, я вдоль конвергенции пойду, меня еще будет немножко приподнимать. То есть видите, торчит такой брыж облачный, меня может немножечко поддержать. Я подойду практически на уровне вершины Монте-Виза. Но если вот здесь я под этим облаком прямо по курсу встречу хороший поток, сильный, я, конечно, не откажусь в удовольствии под ним набрать. Вот, немножечко подтягивает нас, я уже цепляюсь за каждую шнягу. Если обычно я в таких шнягах иду 120, то сейчас, видите, я даже до 80 подвесился. То есть впитываю каждую крошечку энергии, чтобы пройти хотя бы более-менее выше вершины. Не факт, что это получится. Вы сейчас наблюдаете. Можете считать, что почти прямой эфир. Бросок к Монте-Визе. От дома мы 102 километра, но в районе Монте-Виза мы будем 107. Вы представляете, да, каково вот в этих всех и рак быть. Я всегда говорю, почему я люблю больше летать на плагере. Да потому что это не страшно, друзья. Твоя ручка по прямой пока. А если там? Спокойно. В Беливбе нет там скалы. Посмотри лучше, Турина видно или нет. Так, друзья, Монте-Виза остается справа. Понятно, что ты не видишь, облако ее заслоняет. Нам вот эту вот конструкцию страшно надо обойти. Это очень красивые облака. Ну, понятно, что красивые. Вдоль них еще подымает. То есть я сейчас, как и рассчитывал, что это облако меня немножко придержит. Я максимально к нему прижимаюсь. На это облако дует еще и ветер немножко. Прям по границе я иду этого облака. Вот. Оп, подворачиваю, потому что здесь видите, облако подворачивает. Вижу внизу красивейшие какие-то озера. Я вот одного не понимаю, друзья. Вот скажите, почему Литаврус не подвывает от восторга? Я бы на его месте подвывал. Я культурный. Культурный. А он молчит, как партизан. Я не какой-то зверь там. Я тихо, в боли. От восторга. Смотри. Вот я тебе захожу в капкан облачный. И надясь от страха подвигаю. Только для тебя. И надясь от страха подвигаю. Вот. Ну, можно было бы в капкан не заходить, и так бы дошли. Ну, а теперь курс на Монте-Визу. Для нее осталось чуть-чуть. Она прямо по курсу. И давай смотреть с тобой, как бы домой пойдем. Потому что Монте-Виза это хорошо, а домой это тоже очень важно. Для того, чтобы в дом попасть, нам нужно сначала с нее вернуться. Не застрять здесь, в этих страшных облаках. Да, хорошо было бы, чтобы были повыше. Друзья, вот как Италия выглядит сегодня. Ну, если далеко облака простираются, ни черта не видно. Как везер дует на место непосредственно Монте-Визу. Поэтому тебе повезло. Слушай, а вдруг динамик будет? Вот было бы круто. Ну, и что, что близко? Ну, близко. Красиво ведь? Вот те Монте-Виза. На вершина, а вот вершина крестом стоит. На вершине стоит еще раз полетаем. Хорошо? Конечно. Категорически хорошо. Да, ну, смотрите, какая обстакановка. Я делаю один проход, потому что я просто проверяю, во-первых, есть ли динамик. Вполне возможно, что можно много, наверное, набрать, если был бы динамик. Динамика нет. И вот прямо по курсу, если мы в банка пройду, там куча перевалов, которые я могу и не считать, но его в баню. Ну, как говорит, жоп в такие оладушки. Поэтому, я думаю, Литавра согласится с тем, что, как это, нам самое главное, что безопасно свалить. И смотри, я тебе сейчас покажу... Красота обзора. Да, красота обзора. Покажу прием, который не оставляет равнодушными сердца пилотов. Смотри, сейчас будем пикировать. Сейчас скорость минимальная. Я буду по склону прям спускаться, пикировать. Посмотри. Ну, круто. Погнали. Ну, сейчас нам надо все перевалы, которые мы проходили, пройти в обратную сторону. Иначе мы в Италии с тобой останемся. Моя жена этого может не понять хоть. Ты не девушка. Да, да. Возьми ручку, 150 км в час по прямой. Наслаждайся. Да, а мимо, друзья, справа проплывают красивейшие облака. Завораживающие виды. Не думай влево ставаться в дырку. Вот правее облаков держится. Влево там хитрый перевал. Нас там заживет. Вот как вот облако идет. Да, правее него держимся. Так мы сейчас все облака обойдем, перепрыгнем через хребет впереди. Впереди его держим. Да, левее облака держимся. Почему, друзья, я люблю летать на планере в горах? Потому что мы даже сейчас, слушай, если мы там нигде ничего не найдем и так далее и тому подобное, мы спокойно долетаем до аэродрома Сан-Крепан. До дома мы не долетаем. 1480 метров нам надо набрать. До дома 108 км. Да, и мы двигаемся вдоль гор. Кстати, снег свежий выпал. Ты в курсе? Вчера, наверное, здесь ливни были. В горах свежий снег лежит, я смотрю. На склоне. Круто. Сейчас мы проходим. А влево, прижимайся влево к облаку, мы перевал проскакиваем здесь нормально. На самолете бы не проскочили. На планере проскочим. Вот, друзья, еще одно преимущество планера у нас замечательное. Левее прям жми скалом, прям брей вообще. Ты же планер, ты все можешь. У тебя все есть. Для полного счастья. У меня есть самое главное инструктор. Ну да, мне это... Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Да. Спокойненько лети. Так вот, на самолете такое было бы невозможно со вставшим двигателем. Он бы не долетел вообще никуда здесь. А мы, видите, на плане, это не то, что я ругаю самолеты. Просто часто самолетчики считают планер чем-то недо. Типа какой-то консервной банкой, которая предназначена там вокруг аэродрома прыгать и учить взлет-посадку. На самом деле нет, планер это вот такая вот прекрасная штука. Видите, летаурос набирает спокойно высоту, вот идет вдоль скал, как я его учил. И набирает, рубничка. Видите, я его тоже похвалил. Там у меня, ну молодец на самом деле, он сегодня держится конем-огнем. Ну, я тебе скажу правду. Да. Оно может тебе не понравиться. Говори, как на духу. Ты прекрасный инструктор. Правду маску. Спасибо. Ну, на самом деле, мы действительно достигли за три дня максимума. Ну, и самое главное, вот эта красота, в которую попал сегодня летаурос, она бывает второй раз за его летную карьеру уже. Вчера она была похожая. Но вчера он ее воспринимал значительно хуже. В тумане. В тумане. А сейчас он, видите, он не просто в тумане, он здесь уже пилотирует. То есть первый день мы просто летали, второй день он был здесь в тумане. И третий день он с ручкой фигачивает до итальянской границы и кричит «ИГИГЕЙ». Ну-ка. Победей! Вот, видите, как все хорошо. А наш дальнейший план набрать высоту вот здесь. Сейчас подвернешь. Помнишь, где мы набирали? Мы набирали справа. Вот облако висит. Справа голову поверни 30 градусов. Вот. Вот по этому хребту. Помнишь, ты еще дорогой интересовался контрабандистов? Вот. Она дорога справа. А у тебя прямо по курсу облака. Убери крен. Сейчас мы войдем в восходящий поток. И начнем набирать высоту для того, чтобы еще озеро сердце сегодня исследовать еще раз. Уже тоже, чтобы не как в тумане. Вот где-то впереди ты должен сейчас пощупать, понюхать. Найти восходящий поток желательно. И мы наберем хотя бы метров 200. Ну-ка, 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 ну-ка. Попробуй еще по прибой пройти. Что-то не клюнуло с первого раза. Попробуй вправо круг сделать. Какая-то контрольная спираль. Мне кажется, что поток где-то рядом. Вот-вот-вот. Крен побольше. Немножко больше крен. Больше крен. Еще больше крен. О! Друзья, вот он. Летавров взял поток. Все. Тренируй планер. И вставай в набор. Ах ты моя умничка. Посмотри. Посмотрите, друзья. Третий день летает. Поток взял. Как будто в соревнованиях на чемпионате мира летает. Случайно. Больше крен. Больше крен. Это все случайно. Слушай, ну я согласен, что случайно. Ты посмотри, как красиво получилось. Ручку на себя. Не опускай нос на радостях. Все. Отлично. Набираем. Вот такая вот красота. Слушай, ну классно вышло. Чуть-чуть сейчас протянешь по моей команде. Я скажу, когда. Убирай крен на секунду буквально. Чуть помягче. И закручивай. Сейчас должно пищать. Ножки добавь. Ножки чуть больше. Вишнитка раком стала. Крен меньше. Эх. Перехвалил я его, друзья. Все-таки перехвалил. Но ничего, ничего. Сейчас справится. Хорошо. Хорошо. О. Вот, друзья. Пошло дело. Пошла жара. Ну вот так и летаем, друзья. Сейчас наберем высоту. И козеру сердцу дунем. Я думаю, что вот этот ролик, он будет безмонтажный. Попробуем его в таком виде. Как вы любите. Как все есть на самом деле. Как вот ничего даже... Весь ужас в прямую. Весь ужас в прямую, да. И плюс вы эту красоту посмотрели. И пишите, как... Мне всегда нравится, когда пишут, что им нравится безмонтажные ролики. Но когда вам... Если не нравится, вы тоже честно пишите, что нет, Волков, ты у нас... Понятно, что лень тебе монтировать. Монтажный стол все это ставить. Вообще там что-то в компьютере делать. Там кнопку нажал и загрузилось. И типа говоришь, вот, вот вам смотрите. Но мне кажется, это жизнь. Мы вам показываем реальную боевую жизнь. Посмотрите, вот... На реальный боевой летаурус. Это борьба. Ты скажи, что им слева. Вот один глазком посмотрели. Не верьте, что это хиханьте-хаханьте. Это ужас. Который надо пережить каждому. Но между тем, смотрите, вот. Третий день полетов. И, пожалуйста. Ляпсус за ляпсусом, но вверх. Но вверх. Ну как ляпсус. Три метра в секунду. Высота уже 3,700. Хоть еще раз на Монте-Визу лети. И очень все хорошо. И как-то все к воздуху. Третий. Дай тебе кислородику. Давай, я возьму ручку. Одевай. Одевай конюля. Кислород, друзья. Я пока расскажу про кислород. У нас сзади баллоны с кислородом. Сейчас оденет конюля. Да, ура. А то скоро 4. 4. Ну да, заслужил. Если бы не так хорошо поток накрутил бы, хрен бы ему кислорода дал. У нас пол баллона осталось, надо экономить. Ты жестокий. Да, но на друге ты не сэкономишь. Мы уже подружились. Чувствую. Поэтому экипаж хороший. Будем теперь на яхте гонять. И на небесной яхте. Если бы кутал хороший, все включишь. Что, кислород? А! Ну сейчас я гараж доделаю, чтобы не выпасть из потока. Забирай ручку. Доброго. Вот, смотрите, как я его кислород включил. Топочка. Зашипел. Ну дыши. Скажи вкусно. Аааа, ламбусы, горные ламбусы. Ну в общем, теперь он на кислороде. Ну давай уж добирай. На 4, не знаю, получится у нас. На 4 доберешь 4. Давай, еще виточек. И будет у нас 4. Нормально. С нами муха, друзья. 4-х километровая муха. Гляньте. Летает, главное. Она же фигевает, думает. Нихера, боль. Сейчас убирай клен. Ручку чуть на себя. Достаточно. 100 километров в час скоро сделай. Нос теперь ниже. Ниже, нос ниже. Что ж ты делаешь, ты родной? 4 тысячи. Хорошо, принцесса, хороший планер. Зря ты ее ниже 100 вывел. Но не важно. Я не специально. Понятно, что не специально. Все так говорят. Приготовься к разгону. Теперь нос планера вниз, в планету втыкай. Разгоняемся до... Еще ниже, ниже, ниже нос. Ниже, 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 ниже. 180. Ниже, 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 ниже. Разгоняйся. И закрылых я тебе переставил. Все. Погнали. К озеру сердцу. И вас ждет там вторая серия. Ура. Нет у нас мотора. Раз у нас нет мотора, значит у нас нечему ломаться. А полет мы свой рассчитываем по конусам. Повторяю, что мы всегда имеем в долете какой-нибудь аэродром. Поэтому планер безопаснее самолета. А вот учиться на нем намного сложнее, чем на самолете. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ладно, спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Куча красок, хорошего настроения Главное, что позитив, позитивные полеты, хорошее настроение Поэтому пишите, как вам, что вам еще снять такого там, ля-ля-ля-ля Ну просто хвалите, что ли Ге-гей Погода бомба, контент огонь До новых встреч